Итак, организация договора о коллективной безопасности, то есть ОДКБ, в которой, напомню, состоит и Казахстан, цитата, «задействовала механизмы для урегулирования конфликта на армяно-азербайджанской границе». Этой ночью там произошли боевые столкновения с применением тяжелого вооружения и беспилотников. Ереван просит и даже требует помощи, и уверяет, армянские населенные пункты атакованы артиллерией, минометами и ударными дронами. Премьер Пашинян заявил как минимум о 49 погибших. Жертвы есть и с другой стороны. Минобороны Азербайджана называют произошедшее контрмерами в ответ на провокации противника. В общем, мы видим, что временно затихшее противостояние между странами вспыхнуло с новой силой. И теперь это уже не только их дело. Адиль Пунирбаев с подробностями. В полночь на границе сразу в нескольких районах зазвучали выстрелы. Армянская сторона тут же заявила, что огонь по ним ведут из крупнокалиберных установок и артиллерии. Дальше прозвучали взаимные обвинения в провокациях, а утром стороны заявили о потерях. В Баку точное число жертв не назвали, а премьер Армении заявил о 49 погибших. Число погибших, к сожалению, не окончательно. Казалось, что у нас есть понимание. Однако во время брюссельской встречи выяснилось, что Азербайджан отказывается вести мирные переговоры и обсуждать предложенные нами пункты. По сути, Баку не хотел обсуждать карабахский вопрос, поскольку считает его решённым или, как минимум, своим внутренним делом. В Баку обвинения в нападении отвергли и заверили, что именно армянская сторона стянула к границе тяжёлую военную технику, а удары артиллерии были лишь ответом на агрессию. Наблюдалось размещение армянской стороной вдоль границ наступательного вооружения, средств тяжёлой артиллерии и личного состава. Все эти факты свидетельствуют о подготовке Армении к широкомасштабной военной провокации. Информация в СМИ Армении о вторжении Азербайджана на армянскую территорию является ложью. Летом 2020 года очередное обострение затяжного конфликта привело к полномасштабной операции в районе Нагорного Карабаха. В ноябре при участии России стороны подписали соглашение о прекращении огня. Согласно документу, Агдамский район Нагорного Карабаха перешёл под контроль Азербайджана. Больше того, стороны должны были раз и навсегда решить прочие споры. Однако за два года мало что изменилось. По мнению экспертов, противостояние продолжится, пока не будет чёткого разграничения. Азербайджан говорит о мире и воюет, потому что они хотят получить в Мегри, на юге Армении, коридор, а не дороги. Мы говорим, нет, это должны быть дороги. Азербайджан говорит, нет, вы проиграли войну, поэтому это должно быть капитуляцией. Но я вижу, что руководство Азербайджана пошло по пути добивания Армении. То есть максимально взять всё, что можно. Однако политолог уверен, что все споры необходимо решать только мирным путём. С ним согласен эксперт из Азербайджана. Но считает, что в Армении к этому не готовы. А провокации у границы якобы нужны для затягивания мирных переговоров. На последней встрече было заявлено, что стороны к ноябрю могут подписать мирное соглашение и признавать тем самым территориями целостность друг друга, государственные границы друг друга. Но Армения, как всегда, решила сыграться на этом вопросе. И чтобы тянуть время, Никол Пашня не нашёл другого выхода, как пойти на обострение ситуации. Мы, если посмотрим на историю армяно-азербайджанских отношений, то увидим, что не впервые Армения занимается такими провокациями. В Азербайджане настаивают, что государственную границу с Арменией их военные не пересекали. Поэтому какое-либо стороннее вмешательство других стран в этом вопросе неуместно. Так или иначе, международные организации призывают обе стороны к прекращению огня и решению вопроса дипломатическим путём. Адиль Юнирбаев, Медита Сапанов, Студия 7